приятно что вы в украине и мне приятно что я наконец-то в украине мне приятно что я в украине тем более меня здесь так встретили господи этот каждый следующий раз лучше предыдущего но все что было между этим это был ужас испытание моральное и материальное когда уже я влетела меня встретили поэтому от отсюда фраза киев я тебя заслужила тем что я не сдалась а в киеве только один мастер-класс да про киев смотрите первая встреча у нас уже все под завязку набрано три человека проскользнули еще одновременно покупали билеты оплачивали поэтому получилось так что чуть на 3 на 3 побольше чем чем можно все она уже закрыта вторая встреча вообще большой спрос на деньги но так как с одной стороны у меня были деньги для взрослых я не хочу давать деньги для детей потому что тем кто был на деньгах для взрослых им это просто не интересно будет делать дорогущий тренинг тоже понятно нет смысла туда туда ничего не вместе же за три часа поэтому я решила сделать деньги в формате персональный подход деньги ответы на вопросы вот это будет вторая встреча и мы ее сегодня поставим на сайт то есть зависимости от человека который задает вопрос будем подбирать выход выход соблюдаю аскезы оттачиваю дисциплину общение с окружением сразу дисбалансирует хоть и хорошо к ним отношусь как поступать в такой ситуации ну как поступать как поступать все все зависит от цели первое второе кто и кто эти люди кто эти люди которые вас дисбалансируют людей которые нас дисбалансируют и при этом продолжают продолжают оставаться в нашей жизни должно быть вот 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 просто Вот, да, кто это могут быть? Это могут быть родственники, где точка зрения на жизнь может вообще расходиться, да, но есть что? Любовь, есть любовь, и она скрепляет. Да, мы разные, у нас может быть разный уровень, мы можем по-разному относиться к каким-то вещам, к тому же саморазвитию, кому-то надо, кому-то нафиг не надо и так далее, но есть любовь, и вот эта любовь помогает нам находить общие точки соприкосновения, есть любовь, которая помогает нам строить рапорт, есть любовь, которая сама по себе питает. То есть ты видишь этого человека, ты любишь его, и он любит тебя, и уже это все окупает, а потом вы уже просто ищите, ну, эти темы, например, интересны вам, ему неинтересны, им неинтересны, значит, их избегаем, находим какие-то общие темы, ну, и просто говорим хорошее, просто расспрашиваем, просто слушаем, все, просто вижу человека и люблю, да, вот таким вот образом. Есть еще какая-то часть, да, к которой мы вынуждены относиться толерантно, потому что они тоже часть семьи, все, да, просто так не повернешься спиной и не пойдешь, да, не совсем интересен, да, не твой человек, но что-то такое, да, родственник родственника, что-то такое, и ты тоже стараешься там что-то находить, но такие ситуации нужно минимизировать, то есть не ходить по всяким гостям, дням рождения и свадьбам, которые вам заранее неинтересны, иметь в себе мужество сказать, что спасибо, меня не будет, я вам подарок передам, не смогу, не смогу, хочу, но не могу, подарок с меня, все, да, откупились подарком, сохранили нервы, просто так вот, либо что, если это родственники, то слишком много, и вот вы, они дисбалансируют, а вы все равно минимизируйте ситуации. Если это не родственники, что еще может быть? Это может быть работа, хорошая работа, сейчас жирные плюшки падают на голову, но окружение не очень, дисбалансирует, что мы делаем? Мы фокусируемся на плюшках, я здесь ради плюшек, да, поэтому это все мелочи, я не буду обращать внимания, потому что выполняется важная, важная ценность. Да, в идеале, любимая работа, любимые деньги и классные люди, это просто идеальный вариант, иногда к этому варианту нужно идти, да, и пока ты идешь, то у тебя деньги, денег тебе не хватает, то люди не очень, то ты сам, то ты сам себе не рад, да, вот это вот, пока ты в пути, но мы что делаем? Мы концентрируемся на важном. Во всех остальных случаях не родственники и не работа, это просто ваше неумение очистить территорию. Все, зачем эти люди? Кто эти люди? Зачем они? Что они делают в вашей жизни? Люди, которые вас дисбалансируют. Зачем они вам? Это убыток, понимаете? Должен быть четкий ответ на вопрос, зачем? Получите в подарок мой трехдневный курс по улучшению жизни. Начните получать больше. Для этого нажмите на ссылку в правом верхнем углу, перейдите на сайт и оставьте свою почту для получения видео уроков. Почему люди завидуют? Потому что они себе отказывают в этом. Понятно, что первый порыв, почему не я, да? И если его правильно, так, почему не ты? Чего ты сидишь? А ну-ка, тряпка, соберись, да, раз себя гневом, сделай что-нибудь. Побежали к ящику с целями, к такому долгому, да, к которому мы никак не можем подступить, открыли и начали в гневе, да. Зависть – это гнев и презрение к себе. Так вот, затянувшаяся зависть, она может качнуться в сторону презрения себя, либо в сторону гнева, ненависти к этому человеку. Либо человек, он держит золотую середину, просто завидует. Завидует, 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 завидует. Сама по себе эмоция истощающая, поэтому важно отделить презрение и выкинуть его на помойку. Я себя не презираю, я себе ни в чем не отказываю. Что нам помогает в этом? Если она смогла, значит, я смогу. Если он смог, значит, я смогу. Если они смогли, значит, я смогу. Вот это вот нам помогает, вот эта предсупозиция. Если кто-то может, значит, и ты можешь. Она помогает убрать презрение из этого коктейля. Остается гнев. И вот этот гнев на цели. Хорошо, что конкретно ты можешь сделать именно сегодня, чтобы стать лучше немного? Или даже если нам не приходит в голову, иногда так бывает, смотришь на человека, хочешь, вот как у него, да, не его, не его, это важно понимать. Не хочешь его имущество, его вторую половину, его место, нет, ты ничего отбирать не хочешь. Ты хочешь, вот как у него, да, второе, второе, у него пусть все его остается. Хочешь, тоже можешь, все, бери, делай. Но иногда непонятно, что делать конкретно, что я сегодня могу сделать. Когда берем любую цель, она может не иметь отношения вообще никакого, к чему мы завидуем, просто, да, да запишись ты уже, жопа ленивая, в спортзал, да начни ты уже хоть язык учить, у тебя в планах висит, ты хочешь давно, плохо хочешь, видимо, да, раз мы себя гневом. А ну-ка быстро нашла, быстро записывайся, быстро плати много денег наперед, чтобы уже начать, понимаете, да, то есть на гневе, раз, и хорошо. Поэтому затянувшаяся зависть вредна. Первый порыв, господи, принимаем, прощаем, разделяем на две части, начинаем заниматься собой. Скажите, пожалуйста, а все моменты в жизни, которые не устраивают, имеют вторичные выгоды? Затянувшиеся, да, затянувшиеся, да. Потому что, вот смотрите, момент пришел, он нас не устраивает. У нас какой выбор? Либо оставить его, да, смириться, там, повернуть выгодой. Он вроде бы не очень этот момент, но он какие-то выгоды приносит, да. Поэтому я могу делать вид, что я его решаю, но выгоды меня эти привлекают, и я его не решаю, да, делаю вид, что решаю. Иногда даже не делаю вид, просто не решаю. Ну, просто себе рассказываю, что это невозможно решить, слишком трудно, все, да. Пришел момент, не знаем, как решить, но мы такие, как, 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 или ждем. Иногда бывают такие сложно сочиненные кейсы, и мы иногда не знаем, как решить, и нам нужно, чтобы себя успокоить, не третировать, не травмировать, не дергать. Ну, реши, ну, сделай что-нибудь. Иногда проблема приходит для того, чтобы нас подрастить, и мы как раз в поиске решения растем. То есть задача эта приходит именно для того, чтобы нас сильно подрастить. Сильно. Вот не просто немножко, а сильно. И это такая большая, big problem, да, которую с первого, второго скачка не решишь. Что мы делаем? Мы думаем, думаем, ходим, ходим вокруг да около. Здесь вот это, вот это, вот это нет сил, нет ресурсов, нет, но мы ищем, 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 да. И в конце концов много времени проходит, разные попытки, разные-разные-разные, хоп, смотришь, ты, который наконец-то решил эту задачу, и ты, который ее встретил, вот такой уровень между вами, вот такой уровень. Все. Все. Не было бы этой задачи, фиг бы ты подрос, да, человек. Поэтому приходит задача, чтобы нас подрастить. И вот иногда в этом процессе затянувшемся, когда мы понимаем, что ни конца, ни края этому не видно, нам нужно научиться жить рядом с проблемой. То есть решать проблему, это классно, нужно к этому идти. Но если проблема затянувшаяся, нет ресурса, и мы себе поставили, да, мы себе поставили цель, решай эту задачу, решай, ищи выход, найди. Пусть мозг сканирует, но ты не можешь себя изводить каждый день, каждый день смотреть и говорить, ты еще не решила, это ужас, ты фуфло, ты не решила, да. Так можно сорваться, можно довести себя до белой горячки. Поэтому мы что делаем? С одной стороны, мы делаем все, что от нас зависит, чтобы найти решение. С другой стороны, мы просто учимся быть рядом с этой задачей. Быть рядом, быть, жить, сосуществовать с ней в одном поле. Просто спокойно, да, без истерик. Пока так. Вот пока так. Я над этим работаю. Но пока так, да, все, вот пока так, я рядом с ней, рядом со мной спит медведь. Я здесь в ужасе, пытаюсь решить задачу. Но пока так, да. То есть большая проблема, большой какой-то, вот реально не можем решить. То есть здесь что, наша любимая откровенность с самой собой. Я реально в процессе, она реально настолько велика, что я не могу решить, и мне надо подрасти. И я решая, ращу себе. Или я уже смирилась, и я даже не ищу. Вот это я смирилась, я не ищу вторичные выгоды. Все, вторичные выгоды. Выгодно не решать.